СТАНЬТЕ ПРОТИВ КОЗНЕЙ САТАНЫ Эфесянам, глава шестая, стихи десятый, семнадцатый. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Святые должны быть сильными в своих сердцах. Поскольку мы сейчас живем в последние времена, мы должны жить, имея сильную веру в праведность Господа. Проблема, однако, в том, что святые и даже Божьи служители склонны к малодушию. Порой даже святые должны быть жесткими ради Евангелия, ибо если они не будут такими, Бог не сможет их использовать в качестве орудий своего праведного труда. Если вы позволите своему сердцу ослабеть, вы не сможете должным образом выполнять праведную Божью работу. Если Божьи служители и святые проявляют малодушие, они не смогут твердо и непоколебимо идти к Богу. Поэтому служители и святые Божьи должны укрепить свои сердца верой в Бога. Они также должны иметь в своих сердцах страх Божий. Все, кто в нынешнем веке верят в Евангелие воды и духа, должны обладать непоколебимой верой и сильным телом. Это потому, что если Божьи служители и святые проявляют малодушие, они вполне могут пойти на компромисс с этим миром, и им намного труднее повиноваться праведности Божьей до конца. Что бы кто ни говорил, все мы должны быть сильны в своих познаниях и вере в евангельскую истину о воде и духе. Сильное сердце, обладающее верой, необходимо нам для того, чтобы противостоять всевозможным врагам, восстающим против евангельской истины о воде и духе, и никогда им не сдаваться. Апостол Павел сказал в сегодняшнем чтении их священного писания. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Некоторые люди говорят, что я волевой человек, видя мою веру. Однако сила моей веры не является моим личным качеством, но я черпаю ее из евангельской силы, воды и духа. Ведь если бы моя вера не укреплялась Богом и Его Евангелием, воды и духа, я неизбежно преклонил бы колени перед своими врагами. Если бы не моя искренняя вера в праведность Божью и не мой искренний страх Божий, я бы уже оставил свое служение. Именно потому, что Господь дал мне крепкую веру в Евангелие воды и духа и Бога боязненное сердце, я и смог откликнуться на мое призвание проповедовать Евангелие по всему миру. Я бы никогда не пошел за Господом, не имея страха перед Ним и веры в Его праведность. В Корее есть поговорка, которая гласит «Собака лает, а караван идет». Поэтому, сталкиваясь со многими клеветниками, я говорю им «Вы можете лаять сколько угодно, но я пойду своим истинным путем». Чтобы кто нам не говорил, все мы должны идти вперед с верой в Бога и Его Евангелие, воды и духа. Поэтому давайте смотреть на самих себя, не со своей точки зрения, а Божьими глазами. Мы несем истину и свидетельствуем каждому, что не Евангелие одного только креста, а Евангелие воды и духа является истинной о спасении. Поэтому мы можем идти к цели, которую поставил перед нами Бог, только имея крепкое сердце и крепкую веру. Только тогда мы сможем этой цели достичь. До сего дня мы смогли жить этой верой только благодаря Евангелию спасения, которое даровал нам Господь, и страху Божьему. Это же так очевидно. Мы смогли послужить Богу не потому, что обладаем сильной волей и твердым характером, а потому, что мы стали Божьими воинами по нашей вере в Евангелие воды и духа, которая представляет собой Господнюю праведность. Мы сохранили эту веру до сего дня, и мы должны и далее жить с верой в праведность Господа. Знаете ли вы, как много людей выступает против нас и пытается помешать нам идти за Господом и Его праведностью? Знаете ли вы, с какой яростью набрасываются на нас эти клеветники, пытаясь нас уничтожить? Но, несмотря на это, мы никогда не сдаем им нашу веру. Что касается нашей веры в праведность Божью, мы никогда трусливо не сдавали ее врагу, но всегда стояли на ее защите. Апостол Павел также сказал здесь, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Эфесянам, глава шестая, стих десятый. Этот отрывок явно учит нас укрепляться верой в праведность Господа. «Чтобы защитить свою веру, мы противостоим всем врагам Евангелия воды и духа. Когда наши клеветники немилосердно на нас нападают и смеются над нами, неужели мы должны только улыбаться им в ответ, не оказывая им никакого сопротивления? Нет, мы должны противостоять им с верой. Наши сердца должны быть достаточно крепки, чтобы противостоять всем этим врагам праведности Божьей и твердо сказать им, что их вера – это ложь. Если вы позволите себе смолодушничать, несмотря на то, что верите в Евангелие воды и духа, это закончится тем, что вы сдадитесь врагам праведности Божьей. Именно это случилось со многими малодушными святыми, поэтому никогда не допускайте, чтобы ваша вера ослабела. Это невеликий грех перед Богом, если наши сердца ослабеют, но из-за этого мы превратимся в его врагов. Вместо того, чтобы славить праведность Божью, подобные малодушные святые в конце концов становятся врагами Бога и восстают против его праведности. «Господь сказал о фарисеях устами апостола Павла, ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Римлянам, глава 10, стих 3. «Все мы должны запечатлеть Слово Божье в своих сердцах и с верой и отвагой противостоять всем этим врагам-лицемерам. Малодушие – это большая ошибка для людей Божьих. Мы должны стоять с непоколебимой верой и преданно трудиться для Бога». Праведники должны использовать свою веру в Божью праведность против всех своих врагов, независимо от того, слабы те или сильны. Это потому, что мы должны привести всех тех, кто еще не получили прощение грехов, к истине о спасении. Чтобы это сделать, мы сами должны твердо стоять в вере на стороне праведного Бога. Основной обязанностью людей Бога и Его служителей является выполнение Его работы. А чтобы выполнять эту обязанность, они должны обладать мудростью, верой, страхом Божьим, терпением и желанием усердно трудиться. Даже несмотря на то, что люди этого мира могут восставать против нас, верующих в Евангелие воды и Духа, мы должны трудиться еще усерднее с верой в праведность Господа, чтобы привести их ко Христу. А чтобы этого достичь, мы должны стоять в нашей вере еще тверже. Ни один святой не может повиноваться Божьей праведности, если его вера в эту праведность Божью слишком слаба. Вы должны хорошо об этом помнить. В наших сердцах должна быть вера в праведность Божью, а наш разум должен к ней стремиться. Чтобы жить по вере, мы прежде всего должны быть готовы повиноваться праведности Божьей. Чтобы должным образом трудиться для Бога, мы не как бы наша вера в праведность Божью ослабела. Мы не можем позволить себе быть слабыми в этом злом мире, если мы действительно хотим жить с верой в Божью праведность. Наша вера должна быть сильна. Я хочу, чтобы ваша вера в праведность Божью крепла еще больше, чем ваше тело. Все мы должны укрепляться именно нашей верой в праведность Господа. Наши временные обстоятельства могут легко измениться. Бывают дни ветреные, туманные, солнечные и дождливые. Подобно тому, как день и ночь постоянно сменяют друг друга, так и наши жизненные обстоятельства все время меняются. Однако, мои единоверцы, наша жизнь веры, в которой мы уповаем на праведность Божью, не должна меняться никогда. Чем труднее наша жизнь, тем сильнее должна становиться наша вера в праведность Божью. Так давайте не бояться штормовых ветров, которые у нас впереди, но чем сильнее ветер, тем дальше распространяется благоухание Евангелия, как об этом написано в песне песней. Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его, пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Песня песней, глава 4, стих 16. Мои единоверцы, если вы действительно верите в праведность Господа, то чем тяжелее становятся ваши жизненные обстоятельства, тем больше вы будете полагаться на праведность Божью. И действительно, мы трудимся для Бога не тогда, когда наше материальное положение удовлетворительно, но когда оно оставляет желать лучшего. И поэтому все мы должны горячо молиться нашему Господу о том, чтобы Он даровал нам непоколебимую веру в Его праведность и помог нам жить этой верой. Мы должны хранить нашу веру в праведность Господа и жить по воле Бога, всегда укрепляясь в Господе. Мы укрепляемся именно могуществом и силой Господа, и именно верой в праведность Господа мы можем победить всех наших врагов. Бог повелел нам стать против козней дьявольских. Эфесянам глава 6 стих 11 Как мы должны противостоять злым козням дьявола? Мы должны с верой облечься во всеоружие Божье. Павел сказал в Эфесянам глава 6 стихи 11 12 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А затем он продолжил в следующем стихе. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Эфесянам глава 6 стих 13 Господь явно повелел нам противостоять козням дьявола. Библия также говорит нам о том, что мы не должны бороться против плоти и крови. Это значит, что наша борьба не против физической силы и насилия со стороны людей. Скорее, Господь повелел нам бороться против духов злобы поднебесной. С каким врагом должны бороться праведники? Нашим врагом в бою является дьявол. Мы никогда не должны бояться дьявола и лишаться мужества перед его лицом. Сатана действует в этом мире вместе с правителями тьмы века сего. Людьми правит дьявол. И поэтому мы должны противопоставить сатане нашу веру в Божью праведность. Это потому, что Господь повелел нам уповать на свое слово, принимать его с верой и противостоять дьяволу. Сатана обладает властью над всем в этом мире. Все учреждения этого мира находятся под властью сатаны. И дьявол действует, используя эти орудия своей власти. Вот почему у нас нет выбора, кроме как бороться против всех одержимых злыми духами. Бог велел нам противостоять дьяволу словом Божьим. В Эфесянам глава 6 стихи 16-17 написано «Апачи всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие». Господь явно повелел нам здесь бороться против сатаны Словом Божьим. Он велит нам противостоять слугам сатаны, уповая на Слово Божье. И он также повелел нам в первую очередь взять щит веры в нашей брани против дьявола. Это значит взять щит веры в нашей брани. Это означает, что мы должны бороться против злых слуг сатаны нашей верой в Слово Божье. Для действий сатаны характерно то, что он сеет распри. Раскаленные стрелы в сегодняшнем отрывке из Писания означают, что мы на войне. Сатана пускает раскаленные стрелы осуждения в каждого грешника, чтобы поработить его и связать грехом. Вот почему мы распространяем Евангелие воды и духа, проповедуя истину о том, что Иисус раз и навсегда изгладил все грехи мира Евангелием воды и духа. И поэтому мы должны омыть всех людей от грехов Евангелием воды и духа, которое является мечом Слова Божьего. В современных войнах ударная сила начинает свою атаку с бомбардировки вражеского лагеря до полного его уничтожения. После окончания воздушной атаки посылаются наземные войска для уничтожения оставшихся вражеских сил и оккупации территории. Дело, которое мы сейчас делаем ради Евангелия воды и духа, похоже на то, чем занимаются наземные войска. Иисус уже раз и навсегда изгладил все грехи этого мира, совершив праведное дело спасения. Господь полностью и навсегда устранил всевозможные грехи этого мира Евангелием воды и духа. И мы теперь только распространяем эту весть среди всех людей по всему миру. Иными словами, наш Иисус уже нанес сатане упреждающий удар Евангелием воды и духа, а перед нами лишь поставлена задача выйти на духовное поле брани этого мира, проповедовать Евангелие воды и духа и избавить всех верующих в это Евангелие от осуждения за эти грехи и от власти сатаны. Этим мы можем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Эфесянам глава 6 стих 16 «Как и повелел нам Господь». Сатана обессиливает людские сердца своими хитроумными кознями. Дьявол отравляет души людей своими хитроумными кознями. Сатана настолько искусный обманщик, что люди счастливо идут по жизни, даже не зная, что их обманывает дьявол. Сатана это обманщик людских сердец и осквернитель, который превращает людей в отвратительных грешников. Он пытается обмануть нас, чтобы мы променяли истину на плотские удовольствия. Он делает все возможное, чтобы не дать людям прийти к Евангелию воды и духа. Сатана воздействует на людей, обещая им материальное благополучие и соблазняя их променять истину на мимолетные плотские удовольствия. Все это обрекает душу на верную смерть. Это же так очевидно, если мы посмотрим на то, каким образом сатана пытается действовать среди нас, праведников или среди неверующих. Это правда, что мы терпим материальные убытки, когда проповедуем Евангелие воды и духа. Но тем не менее, мы искупленные люди хотим лишь твердо стоять, уповая на Слово Божье, никогда больше не быть порабощенными дьяволом, но быть в своей жизни служителями Божьей праведности. И мы также хотим всего этого от верующих в Евангелие воды и духа, которые идут по нашим стопам. В то время, как мы проповедуем Евангелие всем людям по всему миру, Сатана и его слуги изо всех сил пытаются обмануть сердца верующих в Евангелие воды и духа. Обманывая сердца людей лже-христианскими учениями, Сатана не дает им прийти к Божьей праведности. Однако, поскольку мы верим в праведность Божью и во все, что с нею связано, мы поистине можем противостать Сатане и победить его. Мы верим в Евангелие воды и духа, чтобы преуспевать и телесно, и духовно. Именно потому, что я хочу, чтобы вы преуспевали в глазах Бога, я и прошу вас присоединиться к его служителям. Это для того, чтобы не дать Сатане вселиться в ваше сердце и погубить вашу веру. Я смотрю на слуг Сатаны как на глупцов, потому, что они не могут распознать церковь, которая проповедует им Евангелие воды и духа. Вместо того, чтобы распознать Божью церковь, они считают, что она ничем не отличается от всех других церквей этого мира. Даже несмотря на то, что они сравнивают разные церкви, они слишком запутались, чтобы отличить истинную церковь от ложных. И даже в Божьей церкви есть люди, которые так и не настроились жить ради Евангелия и вместо этого подумывают о том, чтобы уйти из церкви. У нас нет иного выбора, кроме как сказать им, вы уже получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и поэтому вы теперь принадлежите Господу. Вы должны быть в церкви Божьей, но если вы по-прежнему хотите уйти из Божьей церкви, то идите куда хотите. Ясно одно, вы должны ходить в церковь, которая проповедует Евангелие воды и духа, но помните, что это Евангелие не проповедуется нигде, кроме Божьей церкви. Так неужели вы все еще хотите пойти в другую церковь, независимо от того, проповедует она Евангелие воды и духа или нет. Если вы этого хотите, тогда мы ничего не сможем сделать, чтобы вас остановить. Конечно, у нас тяжело на сердце, когда мы говорим подобные вещи, но мы не испытываем большой привязанности к человеку, который не ценит это истинное Евангелие. В конце концов, мы можем проповедовать это истинное Евангелие другой душе, которая еще не знает его. А поскольку мы делаем Божье дело, мы уверены, что сам Бог поставит новых работников из числа рожденных свыше святых этого мира, если они будут нужны. И мы уверены, что Бог приведет в нашу паству новые души и даст нам новых работников. Даже среди тех, кто исповедует веру в Евангелие воды и духа, по-прежнему есть люди, которые не признают Божью Церковь. И хотя мы делаем все возможное, чтобы убедить их, остаться в Церкви Божьей, если они вообще не хотят нас слушать, мы больше не пытаемся их удержать. Ныне Божья Церковь усердно трудится, чтобы спасти каждую заблудшую душу от всех грехов мира. Но мы не хотим быть вместе с теми, кто презирают праведность Божью. Подобным людям нечего делать вместе с нами, истинно верующими в Бога. Однако алчных лжепророков этого мира не волнует, верят ли люди в праведность Божью, потому что сатана наущает их собирать подобных людей и использовать их только для личного обогащения. Например, в Корее был один христианский лидер, который придавал очень большое значение церковным пожертвованиям, и всякий раз, когда в церковь приходили новые посетители, он старался проповедовать Евангелие им лично, если они были богаты. В конце концов, он стал говорить, что Евангелие нужно проповедовать в первую очередь богатым, оправдывая эти свои слова тем, что бедная церковь не может успешно проповедовать Евангелие. Из его логики следовало, что присутствие богатых людей обогащает церковь, а богатая церковь, в свою очередь, привлекает больше людей. Так этот лидер накопил себе очень большое состояние, но закончил он тем, что полностью отошел от духовной деятельности. И более того, этот церковный лидер считал, что всякий раз, когда его община молится богу во время службы поклонения, он должен молиться сам от имени всей общины. Он всегда был уверен в том, что только он один должен молиться во время службы поклонения, а все остальные люди в его церкви должны говорить после него «Аминь». В той церкви никто не должен был молиться вслух и призывать имя Господне. В некотором смысле может показаться, что подобная церковь более спокойна и лучше организована, чем наша. Однако в ней вообще нет истины, потому что Господь сказал нам «Просите и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Матфея, глава 7, стих 7. Вот так сатана действует среди многих современных христиан, разжигая алчность в их сердцах. «Начните свою брань веры». Господь сказал, что святые должны выйти на брань веры, чтобы не уступить силе дьявола и его словам, но стойко проповедовать Евангелие воды и духа. Наша духовная брань – это спасение людских душ от грехов. Мы совершаем это дело спасения от души с помощью духовного меча, то есть Слова Божьего. То, что мы ведем духовную войну против дьявола, означает, что мы обращаемся к людям через истинное Евангелие, никогда не сдаваясь никакому лже Евангелию. Мы не ведем свою духовную брань, полагаясь на свои человеческие страсти, хотя дьявол явно хочет, чтобы мы запутались в клубке страстей и в борьбе с ним полагались на собственные силы. Дьявол также хочет, чтобы мы стремились к плотскому богатству вместо того, чтобы служить Евангелию воды и духа и проповедовать его. Он приходит в восторг, когда мы в своей жизни полагаемся на свои плотские силы. Сатана хочет заставить нас поверить в то, что все свои победы мы одерживаем благодаря собственным делам и усилиям. Тот, кто стремится к плотскому богатству, является служителем сатаны, хоть и называет себя служителем божьим, и лучше, чтобы в божьей церкви подобных людей не было. Мы верим в Евангелие воды и духа, и мы рады проповедовать праведность Божью в своей жизни. Поэтому мы должны жить Божьей благодатью и непрестанно служить Евангелию воды и духа. Мы должны сражаться ради Евангелия воды и духа и никогда не сдаваться врагам. А чтобы это делать, мы должны выполнять волю Божьей церкви. Однако проблема в том, что некоторые люди в Божьей церкви больше заняты собственными делами, чем Божьей работой. Мы можем найти типичный пример этого в третьем Иоанна стихе девятом, который гласит «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Единственной целью подобного человека является стремление возвыситься и занять высокое положение в Божьей церкви, а это может только означать, что он уже стал жертвой злых козней сатаны. Чтобы одержать победу, мы должны вооружиться Словом Божьим. Теперь, когда мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы обязаны вступить в бой с сатаной, и результат этой битвы зависит от того, действительно ли мы верим в Евангелие воды и духа. Чтобы победить в этой битве, мы должны вооружиться Словом Божьем. Библия говорит, что Слово Божье подобно мечу. Также мы должны взять в свою духовную битву щит веры. Всякий раз, когда сатана пытается обмануть нас своей ложью, мы должны отличать ее от Слова Божьего и противостоять дьяволу с верой. Евангелие, в которое верят современные христиане, не является истинным Божьим Евангелием, то есть это не Евангелие воды и духа. Но такова воля Божья, чтобы каждый христианин верил в Евангелие воды и духа, и поэтому мы должны делать дело Божье ради каждой заблудшей души. Также Бог хочет, чтобы мы воспитали и поставили новых работников, которые бы проповедовали Евангелие воды и духа в качестве Божьих служителей. Божьими служителями становятся не для того, чтобы обеспечить себе мирское благополучие. Попытка подорвать авторитет Божьих служителей это зло. Это не Божье дело. То, что мы делаем ради проповедования Евангелия воды и духа является Божьим делом, а не делом дьявола. И все те, кто не живут ради Евангелия воды и духа впадут в искушение сатаны. Нам необходимо Слово Божье, чтобы всегда распознавать ложь и козни сатаны. Именно с помощью Слова Божьего мы можем верно судить и различать. И всякий раз, когда мы смотрим на то, что происходит в Божьей Церкви, мы способны увидеть, действительно ли это дело Святого Духа. Большинство церквей лишь пытается накопить мирское богатство и усилить свое влияние. Для этого сатана использует алчных пасторов. «Если мы посмотрим на то, что дьявол творит подобное каждый день, то увидим, что он так действовал всегда». Слово «начальство», которое фигурирует в сегодняшнем отрывке из Писания, имеет отношение к правителям народов. «Если мы посмотрим на дела сатаны, то увидим, что дьявол действовал через правителей этого мира как в ветхозаветные времена, так и в эпоху Нового Завета». В эпоху ранней церкви все апостолы верили в Евангелие воды и духа и проповедовали его. Многие люди в то время услышали Евангелие воды и духа от апостолов. Евангелие, которое апостолы с таким рвением проповедовали в эпоху ранней церкви, это не что иное, как Евангелие воды и духа. Однако, чтобы опорочить истину, которую проповедовали апостолы, сатана использовал власть человека по имени Константин. Когда этот человек стал римским императором, он сделал христианство государственной религией. Поскольку жить христианам стало намного легче, Константин сумел вселить слабость в их сердца, соблазнив их пойти на уступки властям этого мира. Вот как действует сатана. Павел призвал нас угасить все раскаленные стрелы лукавого. Эфесянам глава 6, стих 16. И это означает, что мы должны отражать атаки сатаны верой в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Сатана пытается уничтожить истину и истинную веру своими злыми кознями. Он постоянно пробуждает плотские желания в наших сердцах. Он возбуждает у нас плотскую жадность и соблазняет нас, чтобы мы стремились только к плотскому успеху. Иными словами, дьявол наущает нас уделять большее внимание умножению количества членов общины, чем проповедованию Евангелия воды и духа заблудшим душам. Самым сильным искушением во время служения Божьей Церкви является умножение количества ее членов. Если наши служители не проявляют осторожность, они легко могут впасть в подобное искушение и уделять намного больше внимания количественному росту своей общины вместо того, чтобы жить перед Богом достойной жизнью веры. Сатана уже давно использует эту уловку и добился в этом плане некоторых успехов. Его слуги и теперь поддаются на всю ту же уловку. Очень многие люди обмануты грязными кознями сатаны, но мы должны с верой вооружиться живым словом Божьим, использовать щит веры и тем самым расстроить злокозненные планы дьявола. Никто из нас не должен допускать подобную ошибку. Божьи служители не должны быть озабочены количеством членов своей общины. Если Бог приводит к нам больше людских душ, мы должны быть ему за это благодарны, а если нет, значит мы должны молиться о заблудших душах и искать их. А как же вы? Выходите ли вы на поиск заблудших душ? Или же вы довольствуетесь существующим положением вещей, считая, что сделали достаточно? С верой, вооружившись словом Божьим, мы должны пойти в атаку и разрушить дело нечестивых. Мы никогда не должны впадать в самодовольство, поддавшись своим плотским помыслом. Библия говорит, что мы должны вооружиться словом Божьим, чтобы мы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Эфесянам глава 6 стих 13 Этот отрывок ясно дает понять, что всем нам нужно идти за Богом и жить верой. Только если мы будем ходить перед лицом Бога с верой, все мы сможем предстать перед Ним смело и не стыдясь, когда наступит день, в который нам доведется предстать перед Господом. Нам не следует превозноситься, утверждая то, что мы занимаемся Божьей работой. Каждый, кто принадлежит Богу, должен лишь стараться спасти души других людей, веруя в праведность Божью. Все мы должны взять Слово Божье и, вооружившись, этой верой спасти как можно больше людских душ. Это духовная война. Это брань веры. Мы воюем за истину, чтобы отстоять нашу веру в Слово Божье. Мы должны думать не о том, как умножить количество членов церкви, но о том, можем ли мы спасти многие людские души, которые ныне страждут под властью сатаны. Не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас первым, но несмотря на то, что Бог всех нас любит, если мы будем искать только личной выгоды, вместо того, чтобы разделить Божью любовь со всеми людьми, мы в конце концов превратимся в беспринципных шарлатанов. Нечистый дьявол сделает все возможное, чтобы это с нами случилось. Чтобы противостоять козням сатаны, все мы должны облегся во все оружие Божье, уверовав в его слово. Козни сатаны очень злы и хитры. Чтобы разрушить эти злые козни, мы должны с верой обречься во все оружие Божье и противостать дьяволу. И хотя нечистый дьявол искушает нас мыслью о том, что Евангелие жизни будет распространяться более успешно, если наше влияние усилится, на самом деле это не так. Сатана лишь пытается обманом внушить нам мысль об усилении нашего влияния в этом мире. С помощью этой уловки он хочет заставить нас думать, что в проповеди Евангелия жизни мы должны полагаться на собственные силы. Но впасть в подобное искушение значит уступить злым козням сатаны. Слово Божье нельзя проповедовать путем создания большой и влиятельной общины. Мы должны взять Слово Божье и с верой в это Слово нести его грешникам, чтобы спасти их души. Проблема однако в том, что в Божьей Церкви по-прежнему есть люди, которые считают, что они живут верой, в то время, как они даже не знают, что на самом деле они умерли во Христе. Мы должны объяснить подобным святым, что они уже умерли с Христом за свои грехи и воскресли вместе с ним. Мы должны воспитать наших святых, чтобы они жили настоящей жизнью веры. И мы должны проповедовать Христово Евангелие жизни, чтобы спасти как можно больше грешников. Вот это и есть Божья работа. Божья церковь это место, в котором собираются верующие в Евангелие воды и духа. И когда влияние церкви возрастает, она может сменить направление своей деятельности на привлечение большего количества людских душ. В этом скрыта большая духовная ловушка, и люди, которых привлекли в церковь без разбора, могут стать не пшеницей, а плевелами. И поэтому всякий раз, когда к нашей церкви хотят присоединиться новые верующие, мы должны тщательно проверять их веру, чтобы убедиться в том, что они действительно верят в Евангелие воды и духа. Сатана до сего дня всегда действовал именем Иисуса и будет продолжать это делать в дальнейшем. Своими злыми кознями дьявол и далее будет соблазнять нас бороться против плоти и крови вместо духовных врагов. И поэтому, когда мы выходим на духовную битву, все мы обязательно должны знать, какие злые козни использует сатана и уметь видеть его хитрые уловки. Цель сатаны состоит в том, чтобы не дать нам проповедовать Евангелие воды и духа никому. Поэтому, если среди нас есть человек, который соблазняет нас к возвышению самих себя и мешает нам служить праведности Божьей, мы знаем наверняка, что он не является Божьим служителем. Подобные люди соблазняют нас удовлетворять свои плотские желания и служить другому человеку больше, чем самому Богу. Делая так, они фактически помогают сатане достичь своей цели, разрушить наше служение Евангелию воды и духа. Все мы должны это понимать. Вот почему апостол Павел повелел нам здесь в сегодняшнем отрывке из Писания облечься во всеоружие Божье. Павел призвал нас к этому, чтобы все мы могли противостоять в злой день и смело предстать перед Господом, совершив все дела Божьи. Вот почему Павел велел нам облечься во всеоружие Божье. То, что мы должны облечься в Слово Божье, означает, что мы должны верить в Него, а то, что мы должны вооружиться этим Словом, означает, что мы должны вести духовную войну, уповая на Слово Божье. Поэтому я прошу вас, не пытайтесь делать Божье дело, надеясь на свои человеческие способности, будь то дар красноречия или высокий интеллект. Вместо этого вы должны трудиться, уповая на Слово Божье. Все мы должны верить в Слово Божье, взять это Слово за образец для всех направлений нашего служения и стараться служить праведности Господа соответственно Слову. Все это потому, что Сатана постоянно пытается обмануть нас, верующих в Евангелие воды и духа, чтобы мы стали жить плотской жизнью. Дьявол всегда использует любую возможность, чтобы заставить нас впасть в плотские похоти. Это означает, что Сатана пытается вынудить нас плыть по течению этого мира и впасть в человеческую праведность вместо того, чтобы повиноваться праведности Божьей. Итак, мы с помощью Слова Божьего должны противостоять злым козням дьявола, пока не одержим над ним победу, Вместо того, чтобы пытаться утвердить собственную праведность и возвышать самих себя, мы должны уповать на евангельскую праведность и превозносить Бога, а для этого мы в своей духовной брани должны воевать с дьяволом, со счетом веры и во все оружии Слова Божьего. Истинная вера основана написанным Слове Божьем. Все мы вполне способны противостоять сатане, пока мы ведем свою духовную войну с верой в Слово Божье. Однако, если вы не доверяете Слову Божьему, вы неизбежно впадете в искушение сатаны. Только если вы сохраните непоколебимую веру в Слово Божье, вы сможете отвергнуть искушение сатаны и противостоять ему, когда он на вас нападет. Поэтому мы должны противостоять слугам сатаны с верой в Слово Божье. Если в наших сердцах не будет Слова Божьего, которое является барометром нашей веры, мы не сумеем отличить правду от лжи и в конце концов проиграем нашу духовную битву. Когда вы выходите на духовную битву, вы сначала должны четко разглядеть ваших врагов и узнать, насколько они страшны, прежде чем дать им отпор. Но если вы не сможете распознать своих духовных врагов, считая, что у них есть и положительные, и отрицательные стороны, то у вас не хватит решимости им противостоять. Иными словами, если ваши мысли будут двоиться и вы сочтете, что не каждое притязание ваших врагов является несправедливым, вы не сможете воевать с ними со всей решимостью. Все это закончится тем, что они вас уничтожат. Дьявол не нападает на вас, используя явно неблаговидные средства. Вместо этого сатана часто использует слово Божье, чтобы вас обмануть, искажая его, чтобы вы в конце концов восстали против праведности Божьей. И поэтому все мы обязательно должны иметь непоколебимую веру в праведность Божьей, чтобы противостоять козням сатаны. Мы должны противостоять дьяволу с верой в слово Божье, служить Господу и проповедовать его Евангелие, а также служить церкви и душам других людей. только в церкви Божьей есть слово Божье, Святой Дух и истинная христианская вера. Поскольку все мы верим в Евангелие воды и Духа, в наших сердцах пребывают слово Божье и Святой Дух. Только Церковь Божья проповедует Евангелие воды и Духа Святым Духом и Словом Божьим, которые в нас пребывают. И только в Церкви Божьей вы можете обрести истинную веру в Слово Божье и Евангелие воды и Духа, призвав нас принять всеоружие Божие Эфесянам глава 6 стих 13 апостол Павел далее сказал Апаче всего возьмите щит веры которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть Слово Божие всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне дабы дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования для которого я исполняю посольство вузах дабы я смело проповедовал как мне должно эфесянам глава шестая стихи шестнадцатый двадцатый павел здесь назвал себя послом вузах потому что он написал данное послание когда был узником в риме только когда павла заключили вузы как преступника он смог отправиться в рим потому что он и там должен был проповедовать слово божье иными словами апостол павел был рад тому что его по воле божьей заключили вузы потому что у него появилась возможность проповедовать евангелие высокопоставленным чиновником римской империи таким образом апостол павел никогда не трудился ради собственной плотской выгоды ради чего же он трудился он всегда трудился ради распространения евангелия воды и духа все мы должны присоединиться к божьей церкви и противостоять сатане вооружившись словом божьим всякий раз когда дьявол пытается нас обмануть мы должны противостоять ему с верой в евангелии воды и духа если мы будем самих себя возвышать искать для себя удобств и пытаться усилить свое влияние в этом мире это будет означать что мы стали жертвами злых козней сатаны даже несмотря на то что дьявол все время пытается пробудить в нас плотские похоти мы должны решительно их отвергать мы должны верить в слово которое проповедует церковь божья распространять с этой верой евангелие воды и духа и приложить все усилия чтобы с течением времени спасти все заблудшие души мы должны обладать сильной верой в слово божье все мы живущие в эти злые дни должны вооружиться словом божьим и неустанно вести нашу духовную войну и мы должны вести эту войну с верой но если в наших сердцах не будет веры в слово божье мы станем жертвами козней сатаны если мы искренне верим в слово божье все мы сможем одолеть сатану и восторжествовать над ним каким бы искушением и гонением мы не подвергались только если мы будем твердо стоять в слове божьем обладая непоколебимой верой и вооружившись словом божьим мы сможем до конца жить как божьи служители ни при каких обстоятельствах мы не должны допускать чтобы дьявол обманом заставил нас искать одобрения у кого-либо еще кроме бога может показаться очень привлекательным если наша вера встретит широкое одобрение со стороны людей этого мира но мы не должны радоваться тому что кто-то нас хвалит и не должны расстраиваться если не слышим никаких похвал потому что это только отвлекает нас от божьей работы вместо этого мы должны подумать над словом божьим чтобы увидеть правильно ли наша вера иными словами мы должны заботиться только о том правильно ли наша вера с точки зрения слова божьего и если мы не сможем найти в своих сердцах никакого явного свидетельства веры то мы должны признать что не являемся божьими служителями но если мы испытаем себя перед богом и увидим что мы действительно верим в его слово значит мы сможем жить как истинные работники веры а прежде всего мы должны противостоять дьяволу вооружившись словом божьим знаете ли вы насколько злым является нынешний век некоторые евангелисты которые утверждают что родились свыше иногда обвиняют нас верующих в евангелие воды и духа в ереси они обвиняют нас в ереси даже за то что мы иногда громко молимся богу но где в библии написано что громко молиться это ересь подобные нелепые утверждения высказываются только для того чтобы выступить против в нас и помешать распространению евангелия воды и духа эти слуги сатаны лгут даже ново обращенным верующим которые лишь недавно получили прощение грехов уверовав в евангелии воды и духа они делают все возможное чтобы довести этих еще слабых ново обращенных верующих до преткновения и при этом говорят им неужели верующие громко молятся в той церкви где они поклоняются неужели они даже смеются во время поклонения значит все они еретики однако бог сказал что если кто-то доводит ново обращенных верующих до преткновения он проклянет его и бросит в море смельничным жерновом на шее занимаясь божьим делом мы видим как усердно настоящие еретики стараются нас обвинить каждый день эти еретики учат своих последователей что правы только они похваляясь тем какими большими и влиятельными являются их деноминации но в действительности эти заблудшие христиане попали в ловушку сатаны в результате его козней когда люди попадают в столь хитрую ловушку они и сами не осознают что попались если мы верующие в евангелие воды и духа не будем осторожными то и нам могут навредить слуги сатаны проблема часто возникает тогда когда церковь начинает преуспевать божьи служители особенно уязвимы в это время когда сатана искушает их пойти на уступки ложному евангелию ради количественного роста общины но мы должны помнить что бог заповедал нам отстаивать свою веру мы создаем божью церковь для того чтобы проповедовать евангелие воды и духа заблудшим душам которые живут в той местности и с течением времени спасти их от грехов а не для того чтобы умножить количество ее членов мы должны последовательно проповедовать божье евангелие заблудшим душам и уделять особое внимание каждой из них понимая что в эти последние времена сатана пытается воспрепятствовать нашему евангельскому служению мы должны с верой вооружиться словом божьим и жить этой верой все мы должны постоянно иметь при себе слово божье чтобы с его помощью распознавать истинную веру только если мы с верой вооружимся словом божьим и будем жить этой верой мы сможем противостоять злым козням сатаны и одержать над ним победу иначе мы снова дрогнем и придем в замешательство верите ли вы в слово полностью во все шестьдесят шесть книг ветхого и нового завета в библии вера в каждое слово божье абсолютно необходимо для служения господу если мы когда-либо не сможем служить евангелию воды и духа так это не из-за трудных жизненных обстоятельств наше служение евангелию полностью зависит от того есть ли в наших сердцах вера в слово божье нам нужна твердая и непоколебимая вера в слово божье если мы действительно верим в слово божье то евангелие воды и духа обязательно распространится по всему миру я полностью уверен в том что бог пребудет с нами всегда до самого конца мира если мы пойдем в мир чтобы проповедовать евангелие воды и духа наш бог приведет к нам еще больше душ и позаботится обо всех наших нуждах мы поймем это если уверуем в слово божье всем сердцем и пока в наших сердцах будет вера в слово божье евангелие воды и духа непременно будет распространяться наша жизнь никогда не бывает трудной потому что мы верим в слово божье всем сердцем тяжелые жизненные обстоятельства нам вовсе не страшны и только если мы не верим в слово божье всем сердцем они становятся для нас большой проблемой но пока в наших сердцах есть вера в слово божье у нас нет никаких проблем иными словами победа будет за нами если мы будем верить в слово божье всем сердцем поэтому если мы будем верить в слово божье то евангелие воды и духа которым бог спас нас от всех наших грехов никогда не исчезнет даже если исчезнет этот мир даже если этот мир исчезнет прямо перед нашими глазами наш господь пообещал дать нам новое небо и новую землю поэтому ни одно благословение которое даровал нам бог никогда не исчезнет бог всегда будет с нами а это означает что какими бы ни были наши жизненные обстоятельства богу всегда угодны те люди которые всегда проповедуют евангелие воды и духа и он всегда помогает им на каждом шагу их жизненного пути господь пообещал отвечать на молитвы святых и это обещание тоже остается в силе и поэтому даже если мы испытываем жизненные трудности пока мы верим в слово божье мы сможем побороть злые козни сатаны и спасти многие людские души вера в божью волю принесет победу над нечистым мои единоверцы если вы действительно хотите жить для бога и распространять евангелие воды и духа бог сам защитит вашу веру и позаботится о всех ваших жизненных нуждах всем нам нужна такая вера даже несмотря на то что в нашей жизни могут быть трудности и мы сразу не увидим много видимых благ если мы всем сердцем будем верить в бога все у нас будет хорошо в соответствии с нашей верой но если мы не будем верить в праведность божью всем сердцем божья работа приостановится даже если поначалу будет казаться что она идет нормально поэтому все мы обязательно должны верить в слово божье но прежде всего мы должны взять щит веры чтобы с его помощью отражать нападение сатаны а мечом слова божьего мы должны поражать злые козни сатаны такова воля божья ко всем нам мы должны побеждать зло уповая на божью праведность но если у нас не будет этой веры в праведность божью и евангелие воды и духа наши души погибнут разве вам не нужен щит чтобы защититься от нападений конечно да вот поэтому у нас и должна быть вера в евангелие воды и духа ибо тогда мы сможем отражать любые нападения всякий раз когда на нас нападает сатана мы должны противостоять ему с верой в евангелие воды и духа и если мы верим в слово божье мы сможем разгадать наступательную тактику сатаны и выступить против него со словами слово божье говорит что евангелие воды и духа это истина и поэтому я верю в истинное евангелие ваша вера в слово божье это ваш щит этим щитом веры мы можем отразить все нападения сатаны и одержать над ним победу на всех направлениях именно верой мы должны отражать все хитрые козни нечистого дьявола и разоблачать его грязные методы я не могу выразить словами насколько важно для вас иметь веру в слово божье только если у нас будет эта непоколебимая вера в евангелие воды и духа и праведность божью мы сможем победить этот злой мир знаете ли вы сколько злых врагов противостоит нам верующим в евангелие воды и духа против нас выступают очень многие люди и мы должны побеждать их всех нашей верой в евангелие воды и духа для нас имеет значение не то что говорят другие люди но что сказал сам бог и это основа всей нашей веры поистине мы не только должны защищать себя от наших духовных врагов евангельской истиной о воде и духе и контр атаковать их этим истинным евангелием поскольку мы веруем в евангелие воды и духа все мы способны отражать любые атаки нечистого как бы жестоко не нападал на нас нечистый мы более чем способны отразить все его атаки ибо у нас есть евангелие воды и духа наш щит веры и мы должны взять этот щит веры прежде всего остального оружия необходимого для нашей духовной брани поскольку мы ныне живем в последние времена мы тем более должны с верой вооружиться словом божьим позвольте мне привести вам пример чтобы объяснить что значит вооружиться словом божьим с верой павел сказал в галатам глава вторая стих девятнадцатый я сораспялся христу читая этот отрывок вы должны знать что распят с христом был не только апостол павел но и вы тоже другими словами иисус христос умер не только за апостола павла но и взял на себя все наши с вами грехи приняв крещение и умерев на кресте ради нас то что мы были распяты с христом означает что наше ветхое я было предано смерти во иисусе христе наше ветхое я уже умерло на кресте вместе с иисусом христом и вместе с христом мы воскресли чтобы одержать победу нам нужно только верить в это слово божье и противостоять дьяволу с верой при этом осознавая я тоже умер с христом но ныне я живу как праведный человек я стал новой тварью таким образом мы обязательно должны верить в слово божье и взять его в качестве нашего щита веры на протяжении всей своей жизни мы сталкиваемся с многочисленными трудностями на нашу долю выпадает много испытаний и у нас есть много врагов в своей жизни вы сталкивались со всевозможными трудностями и препятствиями которые казались непреодолимыми и так будет продолжаться в дальнейшем с течением времени на вашу долю выпадут еще более трудные испытания вот почему вы должны верить в слово божье и противостоять злым козням дьявола поскольку мы ежедневно ведем свою духовную войну мы в конце концов обличемся в венец победы мы служим евангелию воды и духа не ради своего плотского благополучия служение евангелию это далеко не идиллическая жизнь это война веры в нашей повседневной жизни и эта духовная война ведется путем служения евангелию воды и духа каждый день мы отбиваем атаки сатаны нашим духовным щитом веры каждый день мы противостоим дьяволу и каждый день его одолеваем очень важно понять что это решающее сражение за нашу жизнь веры если мы верующие в праведность Иисуса действительно хотим больше послужить евангелию воды и духа мы должны выйти на нашу духовную брань с радостью эта битва не против плоти и крови но это духовная борьба братья и сестры все мы ведем духовное сражение против дьявола со щитом нашей общей веры не проходит ни минуты без того чтобы мы не сражались в этой духовной битве если мы обратимся к ветхому завету то увидим 30 воинов которые жили во времена царя Давида это были храбрые воины они одержали много боевых побед и взяли в плен много врагов как верные слуги царя Давида эти воины были только рады воевать каждый день так само и в царстве божьем те кто спасают многие души являются людьми сильной веры ни один праведный святой никогда не должен идти на духовную войну неохотно вместо того чтобы тратить свое время на бесполезную борьбу все праведные святые должны жить как воины христовы сопротивляясь дьяволу и спасая как можно больше заблудших душ поэтому если какой-либо слуга сатаны придет и постучит в вашу дверь чтобы сразиться с вами я прошу вас никогда не уклоняться от этого боя участие в духовном сражении при наличии достаточного опыта это довольно увлекательное дело и хотя в первый раз вам может быть страшно в бою попытайтесь жить ради праведности божьей с верой если вы будете вести свою духовную войну по-настоящему вы вскоре приобретете опыт ибо это духовная борьба за спасение заблудших душ мы не пытаемся никого погубить телесно все праведные святые должны вести свою духовную войну с верой когда вы сражаетесь с дьяволом и побеждаете его своей верой в слово божье вас охватывает радость которую можно ощутить только в этой битве и эта радость не дана никому ее могут ощутить только те кто стали духовными воинами Христа ни один праведный святой не должен дрогнуть в бою с дьяволом если вы действительно хотите трудиться для Бога и служить Евангелию воды и духа вы никогда не должны сражаться со своим духовным врагом в пол силы все мы должны вести нашу духовную войну уповая на слово Божье только если мы будем сражаться уповая на Бога мы сможем противостоять дьяволу и победить его сами по себе мы слишком малодушны чтобы не поддаться страху и поэтому всем нам необходимо присоединиться к Божьей Церкви чтобы вместе вести нашу духовную войну и побеждать сатану нашей общей верой в Евангелие воды и духа какие бы трудности не встретились на вашем пути кто бы не выступил против вас и какие бы обвинения не бросали вам в лицо враги никогда не отчаивайтесь но всегда смело ведите свое духовное сражение во всем уповая на слово Божье подготовьтесь сами и приготовьте вашу веру чтобы разгадать хитрую стратегию сатаны вы сможете служить Евангелию только если будете противостоять дьяволу уповая на слово Божье давайте будем с верой одерживать победы в каждом духовном сражении которое мы ведем и славить Бога давайте вместе славить Бога с верой в Него Субтитры